В этой лекции мы осветим несколько основных богословских периодических изданий славянского и евангельского сообщества, которые информируют служителей о развивающихся направлениях, исследованиях и о новых научных трудах. Информация ежегодно обновляется и дополняется, поэтому перечень этот не закрыт. Советское прошлое с его атеистическим экспериментом нивелировало естественное развитие христианского сообщества. Церкви думали о выживании, а не о собственном богословии и о возможности его запечатлевать и провозглашать. Поэтому, несмотря на четверть века развития в новых условиях, количество богословских изданий в евангельском мире незначительно. Однако ситуация постепенно меняется. Одним из первых изданий, которое увидело свет еще в советскую эпоху, стал «Альманах Богомыслия». Этот журнал евангельской традиции, учрежденный Одесской богословской семинарии в 1989 году. Его назначение – отражать и развивать богословскую мысль в рамках евангельского исповедания веры. Он является своеобразным мостиком от академии к церкви. Целевая аудитория этого журнала – всех тех, кто интересуется более глубоким, целостным и гармоничным изучением писания и дел божьих в истории, в жизни отдельных людей и человеческих сообществ. Выходит этот журнал два раза в год. Следующим журналом является «Богословские размышления». Это журнал «Богословие». В отличие от «Альманаха Богомыслия», он предназначен больше для преподавателей и для исследователей. Этот журнал издается Евроазиатской традиционной ассоциацией и представляет собой межвузовское периодическое издание, имеющее целью ознакомить современный христианский мир с богословской евангельской мыслью в Евразии. Таким образом, журнал отражает содержание и особенности богословия Восточной Европы. Его цель состоит в том, чтобы помочь национальным авторам публиковать свои работы и ознакомить современный христианский мир с евангельской богословской мыслью в странах бывшего Советского Союза. Главная особенность журнала «Богословские размышления» – его многоязычие. Это позволяет существенно расширить читательскую аудиторию. Каждая статья печатается на родном языке автора с полным переводом всего текста на английский язык. Еще одна особенность этого журнала – привлечение авторов разных богословских учебных заведений. Его межшкольный статус обуславливает создание редакционной коллегии, состоящей из авторитетных специалистов в разных областях богословия и осуществляющих отбор статей. Статьи публикуются в авторской редакции и в переводе, предоставленным авторам. Статьи принимаются только в электронном виде, не рецензируются и не редактируются. Возможно, только незначительная стилистическая оправка и работа над их оформлением. При публикации сохраняется копирайт автора. Обычно журнал «Богословские размышления» выходит раз в год объемом в 250-300 страниц и распространяется под подписки как в странах бывшего Советского Союза, так и в англоязычном мире. Можно также найти и специальные выпуски богословских размышлений, созданные коллективами отдельных евангельских учебных заведений. Эти сборники тематически ориентированы и призваны информировать евангельское сообщество, читателей, так и развивать культуру академического написания в учебных учреждениях. Кроме этого, ряд евангельских семинарий также издает собственные периодические издания. Так, украинское евангельское теологическое семинария города Киева некоторое время издавало журнал «Христианская мысль». Труды Санкт-Петербургского христианского университета обычно издаются после ежегодных научно-богословских конференций, которые проводятся в стенах этого учреждения и имеют разнообразную тематическую направленность. Также следует отметить периодические издания Московской богословской семинарии. В Сибири тоже имеется свое периодическое издание под названием «Благомыслие», которое издает коллектив Новосибирско-библейской богословской семинарии. Соприкосновение и работа с названными богословскими изданиями позволяет не только ознакомиться с различной тематикой богословского дискурса, но и показывает магистральные пути развития богословия в Евразии.